Когда авторы на дзене узнают, что можно брать свои статьи, немного их адаптировать и размещать на пульсе, то они естественно хотят попасть на эту площадку. Ну потому что как бы материал твой, ты его разместил на дзене, заработал на этом, потом взял тот же материал, немного изменил, разместил на пульсе и опять же немного заработал. Двойная выгода. Звучит вроде как заманчиво, ну то есть на пульсе не запрещено правилами брать свои статьи и размещать их на площадке. Но на самом деле Яндекс Дзен площадка довольно старая, огромная и в этом плане перегоняет пульс, оставляет его далеко позади. Все потому, что Яндекс Дзен пошел еще дальше. Там не просто можно брать свои статьи и адаптировать их. Там можно брать чужие статьи, чуть-чуть переделывать и размещать их и ничего вам за это не будет. Конечно прямой копипаст на Яндекс Дзене запрещен, но если на пульсе вам нужно взять свою опять же статью, разместить ее у себя и чуть-чуть адаптировать, исправить ошибки, там не очень любят ошибки. Об этом я даже в двух своих видео рассказывал, в подсказках их прикреплю. То на Яндекс Дзене можно не улучшать статьи, а наоборот ухудшать их, доводить просто до абсурдного состояния, писать полнейшую чепуху и это прокатит. Где доказательства скажете вы, давай примеры скажете вы, да пожалуйста, сколько угодно, сейчас приведу. В общем это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Если попробовать высказать все то, что я сейчас сказал серьезным языком, то звучать это будет так. Некоторые недобросовестные авторы берут чужие статьи, переделывают их, якобы рерайтят, но до абсурдного глупого и плохо. Размещают это все на своих каналах за своим авторством, то есть якобы они это написали. Сейчас я вам один из таких каналов покажу. Суть предыстории в чем? Листаю я по моему почту Яндекс или что-то подобное в самый низ опустил, или даже может быть сайт какой-то. А там реклама Яндекс Дзен, вот этих вот статей. Я вижу статью, подозрительно похожую на ту, которую я уже писал. Ну я дай думаю перейду, посмотрю что же там такое. Давайте посмотрим. Статья киноляпы из фильма «Мы из будущего 2. Зачем немцы стреляют в украинских националистов». Окей, опубликована она 16 февраля, то есть буквально пару дней назад. Давайте посмотрим, прочитаем даже. Доброго времени суток, дорогой и любимый читатель. Сего, сего, сегодня видимо. Хочу поговорить о фильме «Мы из будущего 2». Открою вам секрет, я очень люблю пытаться находить, находить видимо, разные киноляпы в фильме. Так вот, и этот фильм не без них. Недавно посмотрел разбор этого фильма в видео у своего коллеги и понял, что автор допустил очень сильную ошибку в сценарии. В сценарии он допустил, ага. Как же могли немцы стрелять в украинцев, ведь они же были их союзниками. Почему на националистах не было даже формы, и единственное, что они говорили на немецком, это слово «ля». Не помню, что кто там говорил слово «ля», ну ладно, посмотрим. Но вроде как герои попадают к украинским националистам, только это уже не Галичина. Когда Петренко в Велик-Яме было очень отчетливо сказано слово «упа». Собственно, на самом деле все это полнейшая фигня, потому что оригинал статьи, вот допустим, она опубликована пару дней назад, 16 февраля. Статья на самом деле с моего канала про фильмы «Зачем немцы стреляют в украинских националистов» фильмы «Мы из будущего 2», они же вроде были союзниками. Опубликована она 29 апреля 2020-го, и суть в ней совсем в другом. Давайте посмотрим. Я, как любитель отыскать какие-нибудь ляпы в кино, периодически смотрю видео своих коллег-ляпоискателей. Иногда я с ними согласен, а иногда категорически нет. Вот недавно смотрел разбор фильма «Мы из будущего 2», автор сильно сокрушался. Это не я нашел эти ляпы. Это автор этого ролика говорит, что как это немцы стреляют в украинских националистов, они же союзники, это ляп. Почему националисты не в немецкой форме? Дивидия Галичина ходила в немецкой форме и говорила на немецком, это тоже ляп. Как бы не ля, а ляп. И немцы не говорили, это автор говорит в того видео, что это был ляп. Причем здесь немцы? Автор отрерайтил и превратил статью в полнейшую ересь, бессвязную и бессмысленную. Давайте посмотрим. УПА – это украинская повстанческая армия. Она на самом деле пользовалась большой поддержкой в 1941 году в Абвера. В Абвера она пользовалась. У Абвера, правильно. Кстати, даже на сегодняшний день, 30 июля, на митинге во Львово, в присутствии немецких генералов, немецкие генералы на сегодняшний день во Львове ходят. Львов неправильно написано, причем здесь немецкие генералы во Львове. Я понимаю, что Украину не все любят, но как бы, блин, там нет немецких генералов. Было провозглашен, было провозглашен акт украинской государственности, но потом генералы поняли, господи, что ты пишешь. И, собственно, здесь все статьи такие. Как у меня было в оригинале, УПА на самом деле пользовалась поддержкой Абвера в 1941. Даже 30 июня во Львове на митинге в присутствии немецких генералов провозгласила акт возрождения украинской государственности. Это не на сегодняшний день, это в 1941 году, блин, было. Если перейти на канал, давайте посмотрим. Дорогой друг, здравствуйте, меня зовут Данила, мне 17 лет. С недавнего времени я начал интересоваться советским кино, и оно полностью пленило мою душу. Этот канал дает возможность поделиться интересным и с тобой. Присоединяйся, тебя я жду. Не смотришь ты советское кино, Данила. На самом деле ты просто рерайтишь мои статьи. Вот эти все статьи, они все мои. Кроме вот этой вот. Вот это не моя. Вот это, вот это, вот это, вот это мои статьи. А вот это моя, это не моя. Ну, блин, даже вот, не знаю, давайте откроем. Фильм про репрессии был у меня. Ну, а от себя хочется добавить, что фильм не разжигает никакой розни. Он просто показывает, что было при сталинском режиме. Также на сегодняшнее время Сталин очень популярная личность. Его сторонники стали позволять себе слишком много цензуру, где ее, в принципе, и быть не должно. Естественно, у меня не так написано. В оригинале в моей статье это звучит так. Фильм, конечно, не разжигает никакой розни. Он просто обличает преступления сталинского режима. Но поскольку Сталин сегодня фигура очень популярная, то его сторонники чувствуют себя вольготно и позволяют себе вводить цензуру там, где ее быть не должно и не может. Ну, и как бы весь этот канал, если посмотреть, это вот ворованный контент. Причем ворованный контент такой вот с рекламой, скажем так. То есть на его канале есть реклама. Она прекрасно крутится, и он зарабатывает на этом деньги, хотя ничего толком не делает. Ну, как ничего толком не делает? Зеркалит картинки и искажает текст, меняя смысл на абсурдный, даже не на противоположный, а совершенно абсурдный и бессмысленный. Если его читать, он тут даже заглавную букву не поставил. Доброго времени суток, дорогой любимый читатель, сегодня хочу рассказать тебе о фильме, который сняли. Ну и все в таком роде. Вы, наверное, хотите мне сказать, ну ладно, всего один канал нарушает правила, ну просто пожалуйся на него, и проблема будет решена. Типа Дзен не знает, не может за всеми каналами, которые нарушают эти самые правила, уследить, и поэтому просто нужно обратить внимание его на такие вот нарушения. На самом деле это не так. Дзен о существовании этого канала прекрасно знает. Несколько раз я обращался в техподдержку. Прям скидывал одним списком одни статьи, которые мои, которые вот с названиями, и вторым списком тех, которые он скопировал и отрерайтил. С примерами, все подробно, там по-моему 5-10 примеров прям привел. Длинное письмо написал. Мне на это ответили, да, мы посмотрим, спасибо, что обратили внимание на это. И все, и тишина. Я даже ролик об этом снимал, если вспомню, где он лежит, то в подсказках прикреплю. Но суть в чем? На Дзене вроде как, ну даже они об этом говорили на Дзен понедельнике, рерайт разрешен. Ну вроде как весь интернет это рерайт, и если запрещать, то можно вообще весь интернет запретить. Оно и понятно. Но блин, не такой же абсурдный и глупый рерайт. Когда берут прям статью, не понимают, о чем там суть, о чем идет речь, просто заменяют какие-то слова на очень похожие, и получается какая-то бильберда. На Дзене разрешен рерайт, но разрешена ли там бильберда, я не знаю. Не могли бы Яндекс.Дзен вы уточнить это в своих правилах? Ну а я хочу обратить внимание авторов на один очень обидный момент. Представьте, вот вы сейчас сидите, пишите статьи, набираете 10 тысяч минут для того, чтобы подключить монетизацию. А может быть вы уже набрали 10 тысяч минут, и ждете, когда вам одобрят эту самую монетизацию. Возможно даже не один месяц, ждете несколько месяцев. При этом материалы у вас все уникальные, текст вы выдумывали сами, но ждете проверки. И вот ваш уникальный материал с уникальным текстом может проверяться месяц, два, полгода. У некоторых даже год у одного моего знакомого очень долго проверялся. Ждите. В это же самое время на данном канале, который ничего своего не делает, берет статьи, чуть-чуть их рерайтит и размещает, там есть монетизация. Он зарабатывает деньги. В принципе, он, наверное, не единственный, кто так поступает. Я думаю, есть еще авторы, которые воруют чужие статьи. У меня как бы мои статьи даже воровали сайты. Ну, то есть я видел такую картину, захожу, а на чужом сайте мои статьи с моего канала по истории. Я пишу в поддержку Яндекс.Дзен, говорю, так и так, смотрите, статьи на сайте. Они говорят, мы видим, кто первый разместил статьи, поэтому банить вас не будем. Но с сайтом мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Не, ну оно тут понятно. С сайтом они, конечно, сделать реально ничего не могут, хотя могли бы поисковой выдаче его немножко пессимизировать за такие вот выкрутасы. Но с каналом на Яндекс.Дзен сделать они много чего могут. Ограничить, написать ему, чтобы удалил статьи, которые чужие. Там же очевидно понятно, что это абсурд какой-то. Все мои обращения в поддержку Яндекс.Дзен не дали никакого результата. Ну что ж, вот такой он честный и справедливый Яндекс.Дзен. Ну а вы пишите, кто-нибудь обязательно воспользуется вашими трудами и заработает себе немного денег. Ну а если серьезно, Яндекс.Дзен, я не очень понимаю, почему вы не обращаете внимание на эту ситуацию. Вы нарушений там не видите, возможно их как бы и нету, но ответьте мне, что реально нарушений нет. Мы считаем, что вот такой контент, он нормально заходит на нашу площадку. Тогда не рассказывайте на всяких Дзен-понедельниках и где-то там, что вы боретесь за качество контента, чтобы он был хороший. Одобряйте тогда на монетизацию всех подряд. Потому что многие каналы, которые намного лучше, чем этот, они почему-то не проходят у вас одобрение. А этот канал с чужим контентом прекрасно себя чувствует. Я не понимаю, в чем смысл. Это вредит вашей репутации в глазах других авторов, это вредит самой площадке, потому что люди заходят, видят эту бильберду и не хотят ее читать. С кучей ошибок, но с потерей смысла какого-то. Задумайтесь над этим. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока. На инстаграм тоже подписывайтесь.